МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кризис как смерть. Российские онкологические клиники испытывают дефицит лекарств. Врачи обеспокоены. Дорогие медикаменты из-за курса валют стали еще дороже. Пациенты в отчаянии. Победить и без того сложную болезнь в условиях кризиса стало еще труднее. В проблеме разбирался наш корреспондент Михаил Серентьев. Обычная многоэтажка в центре столицы оказалась и в центре скандала. В среду днем житель одной из квартир, известный кардиолог центра имени Бахулева, профессор Эдмунд Михаил Люде, покончил с собой. Да, он болел сильно, но больше я об этом говорить не хочу. На брифинге министр здравоохранения подтвердила догадки. У кардиолога была онкология, но о своем заболевании он не знал. Начиная с 2014 года в истории болезни зафиксированы повторные эпизоды спутанности сознания и зрительных галлюцинаций. В этом колл-центре работают с теми, у кого онкология. Вне зависимости от стадии диагноз рак многие пациенты воспринимают как смертельный. Им страшно. Они не хотят, чтобы не только они мучились, но и их близкие мучились. Выбивая для них лекарства, переживая за них. С начала года число звонков в колл-центр увеличилось в разы. Психологи это связывают с тем, что получить лечение теперь труднее. Раньше на борьбу с онкологией деньги шли из двух источников. Из фонда ОМС, фонда обязательного медстрахования и федеральной целевой программы. С этого года госпрограмма закончилась. А ведь за пять лет было выделено почти 50 миллиардов рублей. Где взять такие деньги теперь непонятно. Сейчас в России порядка трех миллионов онкобольных. И если усреднить, ежегодно каждый обходился государству примерно в 350 долларов. Сюда входило пребывание пациентов в стационаре, базовые медикаменты, химиотерапия, некоторые операции и курс обезболивающих. Но это раньше. Сейчас в больницах начинается дефицит финансирования. Как итог, нехватка всего. И врачи в тупике. Как, а главное, кого лечить? Есть, условно говоря, 100 рублей, а надо вылечить 100 пациентов. А 100 рублей хватает только на 20 пациентов. У человека более пожилого шансов получить лечение гораздо меньше, чем у человека трудоспособного возраста. Это вот такая суровая правда жизни. Глава общественного совета и благотворительного фонда Николай Дронов говорит, есть и другой вариант. Дозы лекарств сокращают, а иногда и вовсе не выписывают. Но как дать пациенту рецепт на препарат, которого просто нет в наличии? Вот так выглядят карты лекарственного обеспечения по данным Минздрава России. Это значит, все регионы укомплектованы на 100%. Но в реальности нехватку препаратов испытывают в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской и Саратовской областях. Региональные органы управления здравоохранением, Минздрава, Департаменты здравоохранения, они Минздрава России не подчиняются. Глава областного комитета здравоохранения докладывает Минздрав, что у него все хорошо. И Департамент лекарственного обеспечения Минздрава ставит себе галочку, что допустим в Энской области там все закуплено. На самом деле может оказаться так, что Департамент что-то закупил местный, что-то не закупил, на что-то не хватило денег. Для трехлетней Ульяны в свое время тоже не нашлось лекарств. В больнице просто не смогли найти для девочки нужный препарат. Не все препараты входят в перечень, вот этот, который государство обеспечивает. Гипометилирующих препаратов российского производства у нас пока нет. Поэтому, к сожалению, сейчас мы используем европейские и американские препараты. Ульяне еще повезло. Деньги на дорогие лекарства достали благотворительные фонды. И это оказалось непросто. Как случился кризис, доллар подскочил, а вместе с ним и цены. Например, таблетки китрила, не для профилактики рвота после химиотерапии, в прошлом году стоили чуть больше трех тысяч рублей, сейчас и пяти тысяч не хватит. Или вот, противоопухолевый препарат замета. Тогда обходился тысяч восемь, теперь ценник пятизначный. У Елены четвертая стадия рака. Врачи говорили, жить полгода, но со страшной болезнью она борется уже шесть лет. Опухоли развиваются очень быстро и поражают весь организм моментально. В клиниках разводили руками. Опухоль слишком агрессивная. Препараты есть, но курс лечения как квартира в Петербурге. Елена нашла выход. Она была добровольцем в протоколах исследований. Препарат получала бесплатно, но сейчас кризис. Может быть, какие-то бы работы велись, но сейчас я думаю, что все эти научные цискания будут свернуты. Это самое страшное. И тем не менее, Елена уверена, она победит опухоль. Но будет это долгая и крайне трудная борьба. Михаил Теретьев, Данил Гончаров, Игорь Бекренев, Сергей Трегубов и Оксана Файчук. Программа «Вместе». Помочь Елене может каждый из вас. Вся информация на нашем мультимедийном портале мир24.тв. Субтитры подогнал «Симон»!